Тимур Родригес С ведущей Тимура стала несравненная и постоянно веселая Эвелина Блёданс. Привет, меня прет. Давно? С рождения. А здесь прет больше или меньше? Ну что вы, здесь в воздухе витает секс, потому что здесь самые сексуальные люди страны. Такое настроение Эвелины, как и природу всей сексуальности, легко объяснить при помощи обыкновенной анатомии. Сексуальность – это феромон, это запах, который выделяется в затылочной части головы. Этот термин легко подтвердила Анфиса Чехова. Аль Пачино, он же не красавец. Или там это, Джерарди Пардье, но он очень сексуальный, на мой взгляд. Да, Челентаны, это же вообще обезьяна, но такая сексуальная. Защитить всех присутствующих от сглаза и подобных дурных энергетических волн была призвана Дарья Миронова. Но как она сама признается, лучшим амулетом от нежелательной беременности все-таки является презерватив, а не магия. Можно сделать так, чтобы хорошо работало все остальное. А вот защитить от этого, к сожалению, может только медицинские препараты. В России выбирать самых сексуальных – дело тяжелое, потому что красота российских девушек признана во всем мире. Я вам скажу так, вот я сейчас был в Италии, да, довольно долго. И не то, что мне хотелось там закадрить кого-то или еще, но то, что мало красивых людей, это напрягает. Напрячь может и большое количество красивых людей, если их становится так много, как в московском метро в час пик. Бразильянка Габриэла вспомнила, как однажды там оказалась. А ты, мужчина, делай вот так и на меня. Что это такое, а? Что это такое? Там, где много сексуальных людей, там самое место ревности. Но в Российской Федерации есть и люди, которым наши звезды не ревнуют. На Путина разрешил смотреться с разделением. Да, 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 да. И на Дмитрия Анатольевича. И на Дмитрия Анатольевича. Ладно, так уж. А самыми сексуальными деятелями шоу-бизнеса была признана группа... Почай вдвоем! И певица... Наталья Игионова! А те звезды, которые хотели бы стать самыми сексуальными деятелями шоу-бизнеса, но не стали, могут не отчаиваться. Премий в России очень много. Миша Осенин, Артем Ласточкин, Муз-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok